День России В народе он толковался по-разному, а вопросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути праздника. Для большинства 12 июня был еще одним выходным днем, когда можно поехать куда-нибудь на отдых или же на дачу поработать на грядках. И хотя в ряде российских городов проводились массовые гуляния, особого размаха не наблюдалось. В последние годы все совершенно иначе. День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в том числе и в Рязани. Итак, мы с вами в студии информационной программы подробностей. Евгения Сергеевна, здравствуйте. Мы вас ждали и слава богу дождались. Итак, давайте, как было обещано нашим зрителям, о завтрашнем празднике. Где у нас, что и как будет происходить. Ну, начинайте тогда вам слово. Спасибо большое. Завтра у нас насыщенный день праздничными мероприятиями. И самое главное, центральное событие пройдет в нашем городском парке. Мы ждем всех в 11 часов в городской парк, где будет концертная площадка работать и много-много интерактивных площадок по всему парку. Ну, для зрителей городской парк – это у нас дефилармония. Да. А то все пойдут в центральный парк, а раз, там что-то другое будет. Да, а там и будет другое. Продолжим. Совершенно верно. Чуть попозже. В городском парке каждый резанец найдет для себя занятия. И малыши, и молодежь, и люди пожилого возраста. Потому что будут работать много-много интерактивных площадок. Конечно, этот праздник подготовлен не только силами управления культурой. Но здесь подключились и общественные организации, и управление образованием, управление по физической культуре и спорту, МЧС, ДСАФ, УВД. И много-много интересного, которое наши горожане смогут увидеть. Интересный такой комплексный подход у вас. Комплексный подход, потому что все-таки праздник городской. И когда силы консолидированы во всех направлениях, это и спорт, и образование, и интересные у нас будут площадки. Вот я еще хочу остановиться. Конечно. Спортивный блок, который будут включать и настольный теннис, и стритбол, и шахматы. Затем будет блок мастеров декоративно-прикладового направления, где будет и бисер, и дерево, и кожа, и гончары, и лоза. На любой вкус. Площадка, которая находится в верхнем городском парке, это будет отдано стритболу и ДСАФ, которые подготовили интересную программу. Знаете, будет такой большой телевизор, и будут рассказывать о правилах дорожного движения. Думаю, что это будет очень интересно. Да, это вообще и полезно. И полезно, да. Полезно. Также, ну, конечно, этот праздник не мог бы состояться без поддержки партии «Единой России», потому что День России – наш праздник, который мы отмечаем всегда совместно. Они подготовили тоже свои интерактивные площадки, будут работать и народные телевидения, будут работать площадки «Викторины». Подключили наш музей путешественников с фотовыставкой Евгения Коширина о Старой Рязани. И после просмотра этой выставки будут интересные вопросы о городе, о России, о какой-то символике российской. Я думаю, будет интересно. Плюс еще впервые, может быть, заинтересовались этим праздником наши библиотеки. К сожалению, как-то они работали у нас всегда на своих площадках, в библиотеках. Здесь мы их выводим на открытые пространства, которые они подарят нашим горожанам. Детская система библиотек готовит игровую площадку, а взрослая система подготовила викторину. Что такое для... Да, 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 эрудиции. Но еще хочу сказать, что у нас будет патриотическая площадка, где будут задействованы исторические клубы. Будет задействован наш клуб «Возрождение» с показательными выступлениями наших кадетов. Я думаю, это будет тоже интересно. Это будет на территории парка? Да, да, внизу и наверху. И нижний и верхний парк будут задействованы под площадкой. Очень оживленно. Да, да, постарались. Постарались сделать, чтобы это было интересно. Ну, а для малышней там, наверное, площадка вот где у них там сейчас городов есть. Для малышней у нас будут работать игровые площадки «Хочу играть», будут работать аттракционы. Ну, скажем так, не в той мере, как задействованы вот у нас на Лыбецком айовке, на День города. Чуть поменьше, конечно. Но здесь немножко другое направление дали, чтобы они смогли походить по разным таким островкам и получить жетончики. У нас будут призы, у нас будут жетоны, которые потом они смогут обменять в лавке чудес, где каждый может выбрать себе сувенир. А, тут вот еще и элемент такой. Вот здесь можно походить, походить и потом в лавке. Походить, заработать жетончики и пообменять, и получить себе подарок. Ну, и хотелось бы несколько слов сказать о концертной программе. Учитывая, что год Содружества национальных культур у нас объявлен в городе, на сцене будут, приедут артисты из Татарстана, заслуженные артисты. Они будут у нас с проездом и покажут свое творчество здесь у нас на нашей площадке. Ну, и, конечно, та программа, которая подготовлена нашими учреждениями культуры, и танцы, и песни, и даже будут у нас флешмобы танцевальные, которые будут на сцене, плюс фитнес-зарядка для наших, чтобы, для наших граждан, чтобы взбодриться так. Энергичные танцы. Энергичные, да, танцы. Ну, и не обойдется и без символики. В конце мы планируем праздника выпустить большое, большое количество шаров с символикой нашего флага и вынести волонтерами Единой России, вынести флаг Российской Федерации большой. Ну, так рассказали, что прямо хочется с коллеги завтра, пойдем посмотреть. Я надеюсь, что погода не подведет, и все-таки появится солнышко. Да, про погоду, вот, кстати. А если вдруг вот дождичек заряет, и так это неспортно? Ну, я думаю, что мы просто по времени, по времени сдвинем праздник, чуть на праздник. То есть он такой мобильно гибкий такой график. Мобильно гибкий, да. Если что-то, если будет дождь, конечно, мы не будем проводить, но мы постараемся дождаться окончания этого дождя. И помимо того, что в парке такое будет большое центральное действо, я хочу пригласить всех и в парк ЦКПО, где у нас стартует фестиваль, фестиваль патриотической песни «Россия молодая». Открытие этого фестиваля состоится в 2 часа на танцверанде. На сегодняшний день уже 32 заявки подано от солистов, дуэтов, ансамблей нашего города. В жюри хотелось бы отметить Константина Панкратова, Элла Хрусталёва и Софья Александровна Иванова, замдиректора нашего муниципального культурного центра. То есть больше трёх десятков выступающих уже заявлено? Уже заявлено. И мы завершаем подачу заявок сегодня до 17.00, поэтому около 40 человек, я думаю, мы уже получим исполнителей. Сколько рязанцев, как вы думаете, ждёте? Ну, вы знаете, этот уже фестиваль полюбился рязанцам, он проходит у нас третий раз, и, вы знаете, уже ждут, уже ждут и спрашивают, интересуются, как будет проходить, уже готовят репертуар к этому фестивалю. В основном это молодые люди, которые хотели бы указать себя. Да, молодые люди. Гала-концерт, это фестиваль состоится в 18.00, тоже на танцверанде. То есть вот так будет у них сначала комплекс, а потом гала-концерт. Да, будет нон-стоп, сами выступления, а потом гала-концерт в 18.00. То есть может быть такая схема на завтра, что приходят люди в городской парк, там занимаются физкультурой, бегают в хорошем смысле по разным, вместе с детьми своими по разным этапам, по разным площадочкам. Потом, устав, понемногу после обед перемещаются в ЦПКО и сидят, наслаждаются пением, смотрят, выбирают конкурсантов своих. Да, 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 совершенно верно. Отличный творческо-спортивный, интеллектуальный праздник такой. Да. Ну что ж, теперь вот самое главное, будем держать пальцы, чтобы погода. Да. Да. Будем держать. Чтобы погода. Ну, я надеюсь, все будет хорошо. Все-таки живем в России, празднуем День России. Да. Бог поможет нам. Я думаю, да. Спасибо большое. Все, большое вам спасибо, удачи, с наступающим праздником всех нас. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город». Подробности. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok